Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам расскажу, как вставлять кликабельные ссылки на файл в письмо. Заставочка. Итак, кликабельные ссылки. Что же это такое? Зачем они нужны? Мы все знаем прекрасно, что можно отправлять файлы в письме. Часто это делаем. Но иногда бывает так, что файл очень большой, и мы не хотим спамить наших получателей с тем, чтобы в них засорился почтовый ящик. Мы просто хотим отправить ссылку на какое-то сетевое расположение файла, на сетевую папку и, собственно, на сам файл, чтобы этот файл мог быть открыт щелчком по ссылке, то есть кликом по ссылке, тем самым эта ссылка должна быть кликабельной. Например, вот у меня есть сетевое расположение, диск Z, где у меня есть проект 1, над которым я работаю с кем-то. И здесь у меня есть отчет, отчет 1. Это файл, на который я хочу отправить ссылку. Как мне это сделать? Для начала мне нужно скопировать путь к файлу. Как скопировать путь? Для этого существует такая комбинация. Удерживая Shift, нужно нажать правую кнопку мышки и выбрать здесь меню «Копировать как путь». Теперь мы путь скопировали в буфер обмена. Переходим в письмо. Чтобы вставить ссылку на закладке «Вставка», есть такая кнопка «Гиперссылка». Можно вставлять здесь ссылки на интернет-сайты или на какие-то интернет-файлы. Но в поле «Адрес» мы вставим наш скопированный путь. Вот он, Z, проект, отчет. И нажмем «Ок». И в этом случае у нас получилась кликабельная ссылка. Для примера, если я просто вставлю этот путь, видите, ссылка не будет кликабельной. Для проверки я могу удержать Ctrl и нажать на ссылку, она откроет мне мой файл. Отлично. Как нам более красиво ставить эту ссылку? Ведь мы не хотим, чтобы было написано вот эти разные кавычки, слова. Мы обычно пишем «Коллеги» файл по ссылке. И вот под это слово «По ссылке», выделим его, мы подкладываем нашу ссылочку. Как ее подложить? Можно нажать Ctrl-K, и появится тот самый диалог вставки ссылки, где мы нажмем Ctrl-V. И вот здесь вот у нас теперь внутри, под этой ссылкой, под кликабельной ссылкой на файл, находится файлик. Есть еще один интересный способ, которым я пользуюсь, как можно скопировать путь к файлу, точный путь. Для этого нужно создать ярлычок. Для этого беру и перетаскиваю этот файл в свободное место, удерживаю Ctrl и Shift. Отпускаю, получается ярлык. И мы можем правой кнопкой нажать свойства этого ярлычка и увидеть здесь вот этот вот путь. Он уже заранее выделен, то есть нам остается только нажать Ctrl-C, тут отменить, и, собственно, опять вставить нашу ссылку. Вставить нашу ссылку, Ctrl-K, вставили, вот она вставилась опять. Бывают случаи, когда мы не уверены, что у нашего коллеги есть диск Z, то есть он подключен, как буква. В этом случае надо перейти тогда на сетевое расположение этого диска. В принципе, это возможно, нажав вот здесь две косые черточки, набрав имя сервера и папку, целевую папку. Открываем здесь проект 1 и можем здесь тогда правой кнопкой копировать как путь, увидеть, что этот путь будет... Вставляем гиперссылку, увидим, что этот путь скопирован как, видите, две косые черточки, два бэкслэш, сервер, папка и еще одна папка и файл. То есть вот таким образом. Надо признать, что Outlook вообще-то умеет понимать эти ссылки и без нажатия на гиперссылку. То есть вот если мы вставим так и нажмем Enter, то он распознает, что это кликабельная ссылка. Этим можно пользоваться, если вы вставляете файлы именно с сетевого ресурса, который не подключен как буква. Еще один момент стоит отметить. Мы с вами рассматриваем Outlook, это правильно, но уделим немножечко времени почте, которая базируется в интернет-браузерах. Например, Mail.ru или Яндекс. Часто возникает вопрос, а как же здесь вставить кликабельную ссылку на файл. Если речь идет об файлах, расположенных на интернет-сайтах, тут никаких проблем нет. Точно так же мы нажимаем поделиться, скопировать ссылку и вставляем ссылку в письмо. Можно вот раз и вставить. И она получится рабочей. В Mail.ru, например, нельзя вставить никакую другую ссылку и, собственно, ничего не получится. Он, видите, заранее здесь нам подставляет HTTPS и никакой путь типа сервер, папка, он не разрешит сделать как ссылка. Мы возьмем наш путь, скопируем и попробуем вставить как ссылка. Ничего не получается. Ничего не получается. Он просто не дает вставлять скопированный этот путь как ссылку. То же самое происходит и с Яндексом. Вот, например, мы хотим вставить ссылочку. У нас есть скопированная ссылка вот эта. Он ее не дает вставить. Он говорит, измените адрес ссылки. Она должна выглядеть как HTTP или HTTPS. Как только мы пишем что-нибудь типа HTTPS, server.com, он вставляет ссылку без проблем. То есть нужно учесть, что редакторы почты, базирующиеся на браузере, вот этой вот интернет-почты, Mail.ru или Яндекс, или другой какой-то, нельзя вставлять ссылки, иначе, чем начинающиеся с HTTP или HTTPS. Он их не поймет. Программа их не поймет. А вот Outlook понимает любые ссылки. Вы можете написать здесь что угодно. Когда нажмете Ctrl-K, можете написать здесь просто файл или что-то другое. И он все равно это покажет как якобы ссылка. Она не будет работать, но будет фактически ссылкой. Ну что же, это все, что я вам хотел рассказать про кликабельные ссылки, про вставку кликабельных ссылок в письмо. Если вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь этим видео с друзьями, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А на сегодня это все. Всего вам доброго. До свидания.